Я поддерживаю пидорасов. Почему вы считаете, что Крым ваш? Вы что, блядь, охуели? Первая машина была Газель. Здарова, парни. С вами Рейсобзор. Да ладно, я подъебаю. На самом деле вы в канале Плейдальнобой. И сегодня мы сделаем интервью с просто замечательным человеком. Создателем этого же канала, на котором я сейчас здесь нахожусь. Создателем группы Плейдальнобой. Создателем компании Тракмайка. Не подбоюсь этого слова. Компания. Друзья, встречайте. Эмиль Маннергейм. Джек Бертон. Здравствуйте. Я моторист. Коммерц. Это я. Кстати, многие твои персонажи, которых ты в последних видео обозревал, даже не знают, что Маннергейм это нереальная фамилия. Да и похуй. Не спрашивали у тебя за эту тему? А как они меня спросят? Ладно, друзья. Ты сам посуди. Их отхуесосили хвост и в гриву. Они только могли насрать в штаны, что они и сделали. Давайте начнем с самого начала. Первое. Эмиль, как дела? Вот так вот. Охуительно. Охуительно. Как бизнес? Примерно так же, как и дела. В принципе, если дела хуево, значит и бизнес хуево. Ну, раз дела охуительно. Следовательно, мы получаем. Друзья, ну, мы начнем с самого начала. Как говорится, прошерстим этого человека от начала и до конца. Родився я в 1987 году. Року. 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 Вы, вылазья, короче, такой из пизденки, и говорю, ёп твою мать, куда я попав? Ну, примерно так началась моя карьера. Себе чуть-чуть за 30 получается. Чуть-чуть. Чуть-чуть немножко, да. Ладно, начнем с самого главного. Расскажи, как тебе пришлось сесть за руль? Как ты стал водителем и как это все происходило? Блядь, я вот даже не помню. Хороший вопрос. Вчера? Или вообще? Когда сел за руль? Да нет. Когда сел я за руль лет в 5, наверное. Не, ну, когда ты вот пришел к тому, что тебе надо зарабатывать хлеб рулем. Стас, стал ты водителем. Как вообще? Как ты к этому пришел? Ну, во-первых, я особо не нуждался. Когда я становился водителем, я пришел туда просто по кайфу. Это было в Москве. Фирму я не назову. Меня по-соседски туда притащил логист. Сказал, будешь там работать? Я говорю, буду. Что-нибудь умеешь? Я говорю, нет. Потому что я никогда в жизни не ездил на фурах. Я вот наезд, правда, с первого раза я сам сдал. То есть ты сразу на фуру сел или ты... Сразу, блядь, я сел на фуру. Ты сдал на категорию и сразу сел на фуру? Нет, я сдал на категорию в 10-м году, а сел на фуру в 12-м. Ты сам сдавал? Я сам сдавал. Сам сдавал. Я хотел сначала за бабки купить, но я пришел... Я, короче, попробовал сдать сам. Первого раза я заехал, и все. Я говорю, сдал. Он говорит, сдал. Переходим в 12-й год. Это был 12-й год, правильно? Нет, это был 2010-й год. Короче, я купил где-то, блядь, Евротрак-симулятор. Но это была не игра, это вот там чисто там, куда, что крутить. У меня было 10 дней испытательного срока. Ну, вернее, они сказали, через 10 дней мы тебе дадим ответ. Возьмем тебя или не возьмем. Я за 10 дней, короче, всю эту хуйню прошел. Прихожу. Меня берут, естественно. По-соседски, да, работа была неплохая. Вот поездил, я говорю, нет, что-нибудь можешь? Я говорю, нихуя. Мне сказали, вот МАН. Какой МАН был? Я говорю, за и ТГХ, 18440. Вот фотка будет сейчас. 2008 года, охуительная машина, там был сабвуфер, кондиционер, автомат. То есть ты сразу пришел? Я охуел. Сразу сел на ТГХ. Сразу сел на ТГХ. Ну как сел? Я поехал сначала с человеком. Он мне должен был откатать. Ну, вас простагировал, да. Мне кто-нибудь что-нибудь покажет. Он говорит, рейс съездишь. Я поехал в Казань. Мы где-то во Владимире заехали в какую-то кафешку, я не помню. Он там въебал. Нормально въебал? Ну, блядь, нормально. Сколько бутылок? Нет, дело не в бутылках. Просто тут ключевое, что он въебал. И дальше нельзя ему было ехать. Я это прекрасно понимал. Я сел за руль. Я выезжаю. Я, короче, когда залазил, я там настройки сбил, блядь. У меня настройка жесткости. Вот я так начал плавать. Еду, блядь. Он седуха прыгает, да? Пиздец. Я подпрыгиваю, не достаю до педали, нахуй. Она въу не едет. Я, блядь, приземляюсь, нажимаю. Она, блядь, разгоняется. Я в ахуе, блядь, говорю, тормози эту хуйню. Я увольняюсь, короче. Я ебал. Он говорит, я выпил. Тебе, говорит, надо доехать по-любому, до Казани. Короче, я ехал. Но было страшно? Я охуел. Или стремно? Я не знаю, как это было страшно или не страшно. В принципе, у меня нет такого чувства страха. Мне было необычно. Ну, переживания какие-то были, да? Работать, зарабатывать. А у меня никогда такого не было, что надо куда-то идти. И там работать, зарабатывать, на хлеб собирать, там что-то копить. Я как-то хуй знает. Ну, не было такого. Но дело не в этом. Я еду. Передо мной какой-то КамАЗ. Я тащусь так же, как КамАЗ. Он мне говорит, обгоняй. Я говорю, нихуя. Мы, говорит, так будем до Казани, до пенсии охуярить. Я говорю, ну, сейчас я чуть-чуть в себя приду, короче, и обгоню. Потом хуяк с расширения. Я начинаю его обгонять. Он мне говорит, там, следи за телегой, чтобы его телегой, короче, не захуярить. Ну, в общем, я обогнал, кое-как доехал до Казани. Прошу прощения, МАН был 440-й, да? Да. Сколько было груза тогда, помнишь? Да груз был мало. Мы возили свои грузы, там, молочка в основном, сырые, всякая такая хуйня. Там, ну, тонн 10, 12. Ну, то есть ты дал и нормально пошел, да, КамАЗ? Да, я его обогнал. Потом в Казани я, кто знает, метр на Вахитова. Первая рампа, ну, крайняя самая. В углу было навалено по летоводу, хуя, поддонов, короче. Вот, и я не смог, естественно, по-нормальному заехать. И мне пришлось заезжать с мертвой зоны. Я минут 40, нахуй, заезжал туда. Там уже все вышли курить, смотреть, как я паркуюсь. Все прекрасно поняли, что это был первый раз, как говорится, я становился мужчиной. Вот, и, короче, я припарковался. И потом мне было похуй. Никто не командовал? Ну, нахуй, как же, с мертвой зоны, иди-ка попробуй, без команды заедь куда-нибудь. Ты же нихуя ничего не увидишь. Хорошо. Охуенно. В Monty X, я так понял, была твоя первая машина. Да. Какая была следующая? Потом была диалогистика, и там были Scania. Вот как? Это самая ебучая была машина в моей жизни. Тебе Scania не понравилась? Нет, Scania машина неплохая. Но ту Scania, которую мне дали, во-первых, я никогда не ездил на механике. На тот момент я подошел к колонному, говорю, у меня механика. Он говорит, я тебя поздравляю, здесь везде механики. Думаю, заебись. Я говорю, не ездил на механике. Вот ты, говорит, у кого-нибудь спроси. Иди, говорит, грузи. Я тогда тоже охуел примерно так же, как и перед тем, как обгонял КамАЗ первый раз. Вот. Ну, как-то, короче, я с Зеленодольска докладывал там до Казани, загрузился, потому что пустой там как бы поп. Сколько километров? Бо есть люди, которые не знают по России географию немножко? Ну, немного там. Километров, может, 10, 20, может быть, и нет. Ну, рядышком. Очень рядом, да. Загрузился. Рация не работает. Работает вот близко, когда стоишь. Ну, все было задрочено, вся машина была, как это мягко сказать, в рот выебанное, это матное слово? Матное. Ну, значит, в рот выебанное. Вот. Подъезжаю к какой-то машине на светофоре, к фуре. Я говорю, дружище, подскажи, блядь, как там, что, куда клацать, какие передачи. То есть ты подошел реально к чуваку? Я подъехал. Подъехал к чуваку и сказал, чувак, как мне передачи тут включают? Да, он мне начал объяснять, вот у тебя сколько цифр там, какие кнопки сбоку, спереди, я ему всю эту хуйню объясняю, что у меня там. Вот он мне объясняет, короче, как переключаться, я более-менее понимаю. И то я долгое время клацал прям с нуля и до последней передачи. Я не знал, что надо переключаться. Ну, можно пропускать. Для тех, кто не знает, друзья, на фурах можно, если особенно пустое, можно пропускать через передачу, да. Теперь, друзья, все знают, это друг, нихуя ничего не знал. И я так быстро переключался с нуля и до верху, это было просто пиздец. Ты заебался, наверное, пока. Да, и потом как-то прошло какое-то время, мне мужик какой-то говорит, а нахуй ты так все, говорит. Я говорю, ну, блядь, как, наверное, так положено, раз они есть. Я же как на легковой, вот, он говорит, нет, можно переключаться. И все, я тогда встал все еще быстрее. Дело не в этом, в тот ебучий день, когда я только-только научился переключаться. Думаю, надо, ну, выезжаю на объездную, надо обогнать уже, хули. Переключаться-то научился, там КАМАЗ плетет, тем более там до хера. Я начинаю обгонять, ну, надо же посмотреть прицеп. Обошел ли я его в зеркало вправо и смотрю, зеркало, бля, вот так вот, ду-ду-ду-ду, ебать. Я в рацию говорю, я тебя обогнал, он говорит, обогнал. Ну, он увидел, что у меня зеркало тоже, он охуел. Я, естественно, тоже, короче, я его обогнал, остановился, вытащил весь космофен, блядь, который у меня был. Проклеил нахуй это зеркало, оно то есть даже больше не складывало. Просто предыдущий водитель, видимо, снес кого-то. Ну, примерно так был мой первый раз на скане. Хорошо, сколько ты, в общем, проработал на фуре? Ну, смотри, на мане я устроился, ну, где-то в начале лета, ушел в декабре. 12-го года? Да, 12-го года. Ушел в декабре, потому что машина замерзла, пришлось ее, блядь, утилизировать прям по месту. В смысле замерзла? Ну, в прямом смысле замерзла. Ты бросил тачку, что ли? Я эту хуйню вырежу. Ну, тут дело в том, что мне сказали, ебитесь как хотите, вот, и что я сделал. Ну, то есть у тебя замерзла солярка, я правильно понимаю? Нет, у меня не замерзла солярка, я потому что там заливал все подряд в жидкости, там вся хуйня, чтобы не замерзла. Она у меня закипела, там, видимо, где-то конденсат, машины были все подменные, я всех подменял. За каждой машиной следить, это было очень проблематично. Мама своя подмену, вам следить за машиной. Ну, как, чтобы не въебаться, так же. Ну, ладно. И дело в том, что я въебываюсь. Человек ездил в Питер-Краснодар, вот, у него всегда было тепло, и тут, а меня отправляют в Новосибирск, там минус 53 было в тот момент. Ну, может быть, и больше, но больше, чем минус 53 я не увидел, у меня перестал работать термометр. Минус 53, просто я как с Украины, ты обязательно вставишь, вот, минус 53, так огромно на моем этаже. Минус 53, да. Вот, ну, было, скорее всего, больше. Я пытаюсь откинуть кабину, мне кабина говорит, хуй тебе, потому что она большая, я там, ну, дергаю-дергаю, она вот чуть-чуть приподнимается, и больше хуй. То есть, по трассе ничего не сделать, но она была на ходу, то есть, она не кипела, ничего, я продолжаю движение, доезжаю до сервиса, то есть, ну, и она нагревается, я останавливаюсь, или там на холостых, потрабанит, она остывает. И так, перебежками с Новосибирск я доезжаю до Барабинска, до сервиса. Сколько это километров? Где-то 200. 200 километров. Ну, вот, мне с базы говорю, вот, столько-столько стоит ремонт, перекидывайте бабки, я загоняю, и все, нахуй. Они мне, я не помню, что они мне сказали, если честно, ну, короче, по бороде пустили, раз я... Ну, расклад был такой, что это твои проблемы. Да, у меня было в кармане 2000. То есть, это твои проблемы, ебить как хочешь, да. У меня было в кармане 2000, день, короче, койко-место, там, в гостинице было пятихатка, вот, я там, по-моему, два дня прожил. Первый день я захожу, я ложусь на шконку, я не могу дышать. Я подхожу к администратору, говорю, я задыхаюсь, что за хуйня, она может, там, врача вызвать, что, он говорит, я понимаю, тут все так задыхаются. Она меня ведет, короче, в сауну, дышит и легкий отморозил. То есть, она тебя, реально, посторонний человек, повез в сауну. Я ложусь, я задышал, все нормально, и с того момента у меня уже, я не чувствую, ну, я, как говорят, к пациенту, я потерял нюх, нюх потерял, скотина, и все, я теперь ничего не чую, у меня круглый год. Ну, в итоге, вот, сколько лет проработал на, ну, в общем? Ну, в общем, ну, может быть, года три, года три, может быть, четыре. Какие перечисли тачки, на которых ты работал? Ман, Скани и Вольва последняя. Вольва какая? Ифаш, 12, ну, предпоследняя уже сейчас. Предпоследняя, да, ага, я понял. Хорошо, теперь самый главный вопрос. Это мы определились с твоей жизнью до того, как ты взял камеру. Теперь расскажи, как ты додумался взять камеру и снимать жизнь? Как ты вообще до этого додумался выкладывать ролики на YouTube, снимать дальнобой и тому прочее, вести блог и контент? Я не помню, кто мне это посоветовал, но сказали то, что можно, блядь, я даже не помню, как мне сказали. Честно, не спиздить не помню. Я, как я помню, называлась дальнобой новое поколение, да? Да, совершенно верно. Да, дальнобой новое поколение, это тогда на YouTube, по-моему, не было аналогов, да? Ну, я не спиздел, если сказал, что я был первый блогер дальнобой. Ну, я не помню, я помню, я слежу за плейдель-нобоем. Самым хуевым качеством. Тогда еще под телевизоры, которые входят под рубины, под ламповый телевизор у меня было разрешение. Но ты монтировал видео? Ну, если его можно было назвать монтажом, да, я слеплял, короче. Ну, как бы там кадры склеивал, да. Я, чтобы не ебаться, я человек, который не любит ебаться, я имею в виду не физическое явление женщины, а именно заебываться, то есть напрягаться. Я делаю все для простоты. Я снял какую-нибудь хуйню, я сразу переименовываю цифру один, потом цифра два. Ну, я же не сообразил, что там и так все нумеруется, только в другой последовательности. Я просто вот один, два, три, потом на комп все загружаешь и по цифрам все захуяриваешь. Ни обрезки, ничего, клеишь. Я даже музыку не вставлял. Я помню, да, я помню первой серии. Я включаю музыку на магнитофоне, и все, у меня музыка есть. Потом, правда, у YouTube за некоторую музыку меня выебал. Но, тем не менее, на то время, я не помню, это был год, по-моему, 12-13, что-то такое. Я не помню, это трак контента вообще никакого на YouTube. Я тоже не помню, поэтому и предложили, наверное. Плейдер на бой, расскажи идею, как тебе пришло в голову. Я слышал, на самом деле, читал много постов, что тебе надоело та херня, которая, когда люди перестали помогать друг другу на трассе. Нет, это было потом. Сначала был чисто угар. Ну, как, поначалу с тобой это угар. Ну, вот группа ВКонтакте, которая сейчас... Перед тем, как устроиться в идеологистику. У меня был плоттер, я работал в рекламе, у меня были пленки дохерища. Я умел это все рисовать, мне это было намного проще, чем кому-либо сейчас начинающему. Хорошо рисуешь? Я бы сказал, охуенно. Охуенно рисуешь. Охуенно. Ну, я не хочу скромничать, но если это действительно охуенно... Хуй такой приклеиваешь. Нет, хуй может быть еще и хуево, но тут охуенно. Это знаешь, хорошо. Это привет по-казахски. Да. Ты меня сбил, короче. Да, плейдер на бой. Я захуярил просто плейбои себе. Просто заяц обычный. Да, я его нарезал, думаю, я устроюсь на фуру, я его наклею. Ну, и там, как бы у меня уже телефон появился, там Велакси второй, там Контакт, всякая хуйня. Можно было уже там чатиться. Не Нокия уже нормально. Вот, и думаю, блядь, нахуй плейбой. Но мы же как бы это, гетеросексуалы. Вот, я дальнобой, просто дальнобой, потом башку приделал. Ну, потом там разные вариации. Ну, потом большие доработки. Кости появились потом. Сначала был плей, дальнобой и моя ссылка на мою страницу ВКонтакте. На своё. На Эмиль Манархейм, которая до него. Потом уже я начал ездить, мне сказали, сделай вот так, сделай сяк. Я приезжаю домой, добавляю там кости, вот, всю хуйню, практически всё то, что сейчас есть. Добавляю ВКон, потому что я пока ездил, сделал группу. Вот, и всё, и всю плёнку, которая у меня дома была, я её захерачил, взял с собой и клеил. О, говорит, какая у тебя крутая наклейка. Где, говорит, ты её взял? В рации. Я говорю, хочешь, и у тебя будет. Он говорит, хочешь. Я выхожу на светофоре и хуяря ему. Первая машина была Газель. Газель? Как бы это было не прискорбно, но это бабла Газель. Молодой пацан был? Ну да, а все молодые практически были. Потом уже начали старички подхватывать. То есть, по сути, всё началось с банальной наклейки? Да. Потом это уже переросло, я так понимаю. Потом, смысл, я как в прошлом, вернее, в прошлом у меня был рекламный деятель, позапрошлом у меня был общественный деятель. Я знал, что такое партия, я знал признаки партии. То есть ты политически подкованный человек? Да, не политически, а общественно подкованный. Общественно. Не бросаемся, уже помогаем. И в итоге слоган стал, что их не бросать. Везде. И вот как быстро группа развивалась? Очень, блядь, быстро она развивалась. Каждый Новый год я доставал игрушки новогодние. У меня там была маленькая такая наклейка зайца. Я там писал, такой-то год столько-то человек, такой-то год столько-то человек. Это была геометрическая прогрессия. Где-то по 100-200 человек в день приходило. Ну, в основном с YouTube. Потому что это был пиздец. То есть основная аудитория на тот момент приходила с YouTube. Именно. Хорошо. Я как помню, когда я стал участником PlayDale на бой, появились подгруппы PlayDale на бой Украина, PlayDale на бой Беларусь, Казахстан. И регионы России. И регионы России, да. На каком этапе ты решил расширить? Ну, это опять-таки решили тоже участники. То есть инициатива участников была? Инициатива участников. Они начали сами создавать подгруппы PlayDale на бой. Но дело в том, что человек, допустим, не подкован. Или какие-то какие-то амбиции совершенно, которые противоречат идеологии. Они считают то, что они создатели. Даже если они где-то накосячат, с ними ничего не произойдет, их никто не выпиздет и так далее, и так далее. И уже другая часть аудитории сказала, тебе нужно самому создать региональные группы. Я их создаю от нуля и до последнего региона. Те группы, подгруппы, вернее, которые уже были, мы их разоряем в ноль. Пришлось так сделать. И все уже, новая администрация в новой группе. И некоторые создатели этих подруг начали выебываться. Это был еще один из поводов свалить с PlayDale на бою. Сказать, я ли, вы что мне не доверяете? Мы-то, конечно, доверяем, но вот сейчас пройдет немного времени, и ты сам обосрешься. И так происходило на самом деле. Да, действительно, друзья, PlayDale на бой известен, к сожалению, многими скандалами. Но в основном это происходило из-за людей, а не из-за группы. Я бы хотел уточнить момент по поводу мат-медведей. Расскажи, как произошел конфликт с мат-медведями. Кто не знает, мат-медведи – это группа. И мне первый раз, кстати, скинули, когда я спросил в одном из чатов. Я спросил, друзья, а что за группа? Я вижу, что скандал идет какой-то по поводу медведей. Я такие не помню. Мне скинули ссылку на геи-медведей каких-то. А у вас нет в Украине геев? Геев. Геев. Ну, я имею в виду медведей. Геи везде есть, и пидорасы, и везде. Между прочим, вот эта группа, про которую она сейчас говорит, она украинская, гей-медведь. Ну, я не знаю, честно. Я помню, что ты скинул, или ты, или кто-то другой скинул. У тебя там не было друзей? Нет, у меня там друзей не было. У меня тоже. Я вам ссылочку оставлю в комментариях. Посмотрите, есть ли у вас там друзья. Если нет, то бегите. Там, по-моему, закрытая группа, если не ошибаюсь. А можно посмотреть. Сколько-то общих друзей. Ладно, ну, дело не о геях, дело о медведях все-таки. Хотелось бы узнать, в чем была соль вообще этого, по-моему, самый такой серьезный конфликт был на плейдинг-обой, насколько я помню. Ну, он серьезно был раздутый. Забегая вперед, я скажу, почему гей-медведь. Когда мне сказали, что появились медведи, я захожу в контакт, в группы, набираю группу медведей. И первое, что вылезло, это гей-медведи. Это просто группа, там много народа. Я говорю, ну, блядь, это она? Это вы или не вы, да? Нет, это была не она. Ну, и как-то, знаешь, прилипло, прилипло гей-медведи. Ну, с геями понятно. Расскажи, как все-таки получился конфликт. Получился конфликт примерно. И вообще, в чем его была суть? Примерно такой был конфликт. Создатели медведей, это бывшие админы плейдинг-обой. То есть, создатели группы мад-медведей, это админы плейдинг-обой. Именно. Вот, они начали переписывать мои правила. Ну, допустим, мое правило было такое. Кто правила придумывал? Все или только ты один? Нет, изначально придумал правила я, а потом уже начали там добавлять все это. Ну, к примеру, ты же так в Конституцию не напишешь, нельзя позировать, нельзя торговать ебалом на фоне алкогольной продукции. Да, это же некрасиво. Кстати, по поводу этого тоже будет вопрос, по поводу алкогольной продукции. Но мы пока за медведей. Вот, это правило один из админов нарушает. Он его сам переписал красиво, умно. Вот, он его нарушил, его за это предъявили. Ну, он же админ. То есть, сам админ нарушил свое же собственное правило, которое он сам же и написал. Совершенно верно. И примерно за это он вылетает оттуда, как пробка. То есть, его забанили? Нет, мы сначала начали объяснять нормально, что так нельзя. То есть, сразу его не банили? Нет, конечно. Просто ходили слухи, друзья, что его сразу забанили. Я не помню, как звали этого человека, если честно. Ну, ходили слухи, что та сторона медведей утверждала, или кто-то из них, я не помню, что его забанили без разбора. Типа, Эмиль и, в частности, плейдер на бою охуели, банят без разбора. Нет, без разбора никого не банят. Сначала разъяснительная беседа была, объяснение. Потом он не понял, еще кто-то за него впрягся, он за них. Ну, его была своя, там, свои были покровители. Да, еще параллельно с этим был как раз-таки создатель медведей, который ссал на зайца, зашкварился руками, залез на в очки. В каком-то комментарии у него, он с женой там терся постоянно. Она, по-моему, тоже была в админке, но я точно не помню уже сейчас, только лет прошло. Ее где-то в комментариях называют проституткой. Он начинает впрягаться, ну, безусловно, если твою жену называют проституткой, ты будешь впрягаться. Конечно, да. Но тут дело в том, что в правилах плейдер на бою написано, что женщина, это второе. Первое, это мужчина-водитель, он может выебываться. Он устал, ты устал? Да, я читал правила, там он имеет право выебываться, там нельзя, по-моему, оскорблять друг друга, нельзя межрасовые. Админ, несмотря на то, что он водитель, он не может выебываться, потому что он смотрит за порядком. И у него прав должно быть намного меньше, потому что он человек второй. И спрос с него больше. И спрос с него больше. И получается, что админ кого-то то ли банит за это, то ли раздувает конфликт. Он мне говорит, ну вот если, говорит, твою жену назовут проституткой, я говорю, моя жена не лезет в эту хуйню. Это мужское. Она сидит дома, у нее там женские группы, у нее там женская движуха, понимаешь? Она не сует сюда, ее здесь... Кстати, была группа, друзья, плейдер на бойвумен, отдельно созданная группа. Она в ней не была. Ну, я... Ей-то нахуй не надо. У нее... Она женщина, понимаешь? Она в мужской теме не варится, ей это неинтересно. И это правильно. Поэтому ни у кого нет повода ее так назвать, понимаешь? Вот пусть твоя жена тоже съебнет, если ты не хочешь, чтобы так было. Ну, дело в том, что потом, когда уже появились медведи, когда вся эта куня произошла, оказалось, что это были пророческие слова, что она проститутка. Потому что этот же человек, создатель медведя, приезжал ко мне и сказал, что на первой сходке медведей они нахуярились в слюне, и там один из участников выебил его жену. То есть, в принципе... То есть это реально было? Да, это было реально. На сходке? Это было еще, когда на будке я сидел, он ко мне туда приезжал, рассказал. Ни за что, получается, он вспылил, понимаешь? То есть правила сработали, опять-таки... Я примерно понял, да, суть конфликта. А вот это видео, там, где медведи моют руки в унитазе, и когда оно вышло примерно? Параллельно с этим скандалом. Ну, перед тем, как ее выявили, я так полагаю. Потому что после того у них уже, ну, естественно, если твоя жена... Не спрашивают, когда вот это все началось, да, они... Ну, по датам я тебя, опять-таки, не сориентирую. Не, я не говорю по датам, насколько далеко от конфликта это видео вышло. Ну, практически сразу. Практически сразу. Потому что они же админ, у них был дупая наклейка. Ты знаешь тех людей, кто клеил наклейку реально? Конечно, они же были админами флейдельнобоя. Как сообщество флейдельнобоя отреагировало? Да никак. Просто мимо прошли и все. Ну, понимаешь, что люди зашкварили себя на камеру. Очень прям качественно протер. Да, я смотрел это видео, друзья. Я вам прикреплю в комментарии. Да, да, да. Это и тут где-то вставим, сейчас будет играть. Ну, и нахуй. Пусть не сыт больше здесь нигде. Ну, дело в том, что он зашкварился. Наклейка, ну, мое мнение, наклейка, флаги, аксессуары, это все хуйня. Хуйня в том плане, что это вещи, из-за которых не стоит никакого конфликта. Понимаешь, наклейка – это наклейка. Обоссылая наклейку, ты показываешь, что ты долбоёб. Ты не обоссал группу ни в коем случае. Сорвал флаг и потоптал. Ты не оскорбил группу. Понимаешь, группа, она настолько выше всего этого, что ее невозможно оскорбить такими конченными амебовскими жестами. Понимаешь, если ты однокрестный, то это с тобой будет дальше. Причем группа, люди разные бывают. Какие плохие, какие хорошие. Не важно, медведи или плейдельнобой. Тут уже дело такое. Ну, это видео я, честно говоря, не понял. Это люди сделали, наверное, хуже только себе, насколько я понял. Почему вот к медведям такой негатив, вот именно плейдельнобой, молчаливый негатив? Мы не пишем, там, медведи пидорасы, там, хуевая группа, ни в коем случае. Люди, возможно, там есть нормальные. Но уже сейчас они там затуманены, они зашли после. Все из-за того, что плейдельнобой, вот это самое важное, создавался, позиционируется как новое поколение, взаимопомощь на дорогах. Он не создавался как антитеза чему-то. Он создавался именно, используя свою идеологию. А медведи, они уже создались как антитеза, как против. Понимаешь, чтобы на человеческом ресурсе... Сюда получается плагиат. Конечно. Но плагиат такой косвенный. На ресурсах плейдельнобой они выезжают. Они кидали ссылки, блядь, вот мы медведи, вступай, и, естественно, в группах плейдельнобой. Да, даже мне в личку прислали рекламу медведей, вступайте, по-моему, пиздатая группа. Но на самом деле я вступил в медведя, мне было интересно, что там происходит. Так же самое, как и в братишка UA и все эти группы, которые начали после плейдельнобоя появляться. Гебать-то стрёмный. Стрёмный? Конечно, ты вступил, блядь, в эту группу. Блядь, ну надо же, ты у них закрытая, блядь, была. Да и насрать на них кучу вообще. Пусть закрытые сидят и... Блядь, ну я, когда я вступал на тот момент в эту группу, блядь, я не знал про обоссывание этого. Сейчас меня там уже нет, и ВКонтакте меня там уже пособа, сосуды не фигулируют. Ну, короче, можно сказать, что съехал, да. Ладно. Что сейчас у тебя с плейдельнобоем? Все прекрасно, мы любим друг друга. Ты фигурируешь еще как админ и влияешь? Ну, я же сейчас не дальнобойщик, я как бы... Сейчас ставим бонюш виян. В здравом смысле я не могу там, не советуют, как проехать, не советуют какие-то технические моменты. Да нет, ну в любом случае какие-то админские... А попиздить, пожалуйста. Админские какие-то... Нет, админские есть админ. Ты не фигурируешь как админ. Я стараюсь вообще гаститься, потому что мне эта слава нахуй не нужна. Я изначально не любил вот эту славу, я просил, чтобы меня удалили со списка админов. Я удаляю, они добавляют, потому что спрашивают, создатель, там еще... Мне это было не очень интересно. Я старался гаститься. Получается, ты от славы убегал? Ты не гнался за ней, а убегал, получается? Нет, не интересно. Но получилась злая ирония. Так получается, что сами люди, они говорят, вот тебе корону жмет. Но ведь корону мне никто никогда не одевал, кроме вас самих, которые утверждают, что корону жмет. Да, корона была только в головах людей. Ты знаешь, где корону? Блядь, где-то у меня была корона. Вон она, наверное. Сейчас я ее одену. Короче, корону говоришь, ты не одевал, да? Нет, короны никакой не было. Она вымышленная корона, только в головах. Да, ну это все хорошо. Я, конечно, к сожалению, наблюдаю, сейчас у плей-дальнобоя очень большой спад, и это правда. На самом деле региональные группы, особенно белорусские, очень сильно спали. Не знаешь, с чем это связано? Ну, примерно с психологической точки зрения знаю. Ну, примерно твое мнение. Ну, человек – это чаша определенная. И в эту чашу обычно накапливается какое-то ожидание. Ожидание от чего-либо. Вот ты приходишь в такое активно развивающее сообщество, ты в него пришел, вроде как самый первый, да? Ну, грубо говоря, 50 тысяч человек назад пришел ты. Ты ждешь, ну, у тебя какие-то надежды, там думаешь, что вот сейчас там они вырастут, там в правительство залезут, ну, к примеру, еще куда-нибудь там Крым отожмут, нахуй, у вас, блядь, ухохло. Спиздили Крым, сука, ебаный, верните Крым, нахуй, ебаный. Ахуй вам, а не Крым. Вот, ну, ну, примерно, например, примерно они думают так. И эта чаша ожидания наполняется, она полная, больше уже ничего не влазит, они думают, блядь, что дальше. И вот этот вот психологический тупик у них, а дальше ничего нет, это, дальше мы идем по инерции, мы же помогаем друг другу, понимаешь, ты же не можешь всем помочь, все, блядь, я сделал свое дело, вот всем в России помог, больше, нахуй, никто не нуждается, такого никогда не будет, каждый день будет тоже попадать в какую-нибудь жопу, однозначно, и каждый день ему надо помогать. Это вечно, это как коммунизм, ты никогда, ты вечно будешь к нему идти, никогда не придешь. Да. Вот, и поэтому люди обсираются, психологически, они считают, что обыстралась группа, но группа же это, это люди, это же не живой, как прежде всего люди. Понимаешь, не группа помогает на трассе, а люди, и люди обосранные уходят и создают мелкие подгруппы, потому что вот ты, допустим, пришел в группу, когда было 5 тысяч человек, к примеру, да, а сейчас там, ну, допустим, 100 тысяч человек, да, и ты в этой группе уже маленькая капля, и они уходят в маленькие группы, где 100 человек, создают, и они там, блядь, цари, фраера там, да, как это, и разделяются на другие группы, разделяют и властвуют. Ну, я заметил так же еще в плейдельнобой, к сожалению, было много людей, которые больше всего кричали, что я всем помог, что я всем, всем крутой помогал, а всех никогда никого на трассе не бросая, но мое мнение, я считаю, что если ты кому-то помог, не надо об этом орать на каждом углу и кричать, что... Ну, я на каждом углу считаю вообще благодеятельность, любая благотворительность, благотворительность, сказал ёпта, благотворительность, это дело добровольное, и мне кажется, анонимное, если ты уже кричишь, что я там помогала великий, то это уже как бы пиар. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я и соглашусь, и не соглашусь, потому что несколькими роликами ранее, мы процитировав суру из Корана Курова, мы знаем, что... Ты православный или мусульманин? Я верю в себя, есть такая религия, она называется вера в себя, вот, но однако же умные книги, я не обхожу стороной, потому что они на то и умные, чтобы давать какие-то советы долбоёвам, такие как мы. И там есть умные слова определённые, если вы помогаете, помогает тайно, это будет вам во благо, но если вы, допустим, какая-то медийная личность, да, зачем делать эту тайну? Можно сделать это публично, потому что вас, допустим, смотрят много человек, вы их побудите тоже делать так же, вот это ещё пизжа, понимаешь? Хорошо, а кто придумал помогать детским домам, насколько я помню, плейдельнобой очень активно помогал детским домам, участники сами. Сколько раз это было? Я не знаю, я ни в чём не участвовал, потому что... Я не участвовал в этом. В этом, как-то сказать, я очень чёрстый человек, вот в плане детских домов, мне их очень жалко, с одной стороны, но с другой стороны, опять-таки, цитируя умную книгу, только уже не мусульманскую, а православную, это очень хуёвые цитаты. Не может дерево худое приносить плоды добрые, то есть вероятность того, что в детском доме хорошие дети, уничтожено мала, потому что туда есть, конечно, там кто-то разбился или что-то произошло с родителями, ну такое, ну не виноват ребёнок, бывает. Но есть и такое, что там люди пьют, наркоманы, сидят, детей забирают, то есть от этого худого дерева плоды тоже не очень хорошие. Конечно, пока плод маленький, но опять-таки, это не повод им не помогать, ни в коем случае. Ну я вот, например, в плане помощи детскому дому не могу скоординировать, не могу грамотно всё это собрать, конечно, мысли есть, но они настолько быстро летят. Чья-то была? Чья-то была? Да, это вот они где-то кучкуются, делают просто под флагом плейдельный обои. Пожалуйста. Чем мы можем, тем поможем. Мы и вещи здесь собирали на детские дома, и что только не делали, но сами не ездили, потому что мы не умеем. Я понял. Хорошо, телек. Я стремный. Расскажи, как ты в телек попал. Какой ещё телек? На России один был репортаж, я помню, в Ульяновске. А, так всё просто, у нас в группе была репортерша. Вот, я как-то, она пришла, что-то я, ну я её подъебал в своём стиле, я сказал, ты сейчас пока этой движухи не понимаешь, а вот, блядь, выйдешь замуж за дальнобойщика, и, блядь, поймёшь. Она херракс, и вышла замуж за дальнобойщика, и потом мне сказала, блядь, ебучий пророк, ты всё угадал, так всё и произошло. Но до этого она вот, хотите, я, говорит, поснимаю? Ну, поснимай, конечно, хотим, мы, чё, телек попасть же. Да, получается, в какой эфир попала эта репортаж? Местный. Местный телевидение? Россия-1, да, по-моему? Ну, какая-то Россия. Может, их много? Их дохуя. Я понял. 24, там, 1, 23, чё ещё, К, культура, там, сейчас кругом Россия. Хорошо. Последний твой контент. Очень, кстати, друзья, интересный контент. Поезд, мягонь, Москва. К песням мы тоже вернёмся. Расскажи, как ты придумал, как это вообще зародилось? Ну, я слушаю людей, ну, в смысле, не в наушниках, а вот именно прислушаюсь, спрашиваю, чё интересно, я же ничего не снимаю, а есть такие люди, ну, прям жёсткие фанаты моей подачи, так скажем. Ну, это стрёмная, конечно, подача, забегая вперёд, но некоторым нравится, вот, этим мы и славимся. Они сказали, вот с такой подачей попробуй сделать это, попробуй сделать то. Вот сейчас вот блогеры там, например, появились, некоторых невозможно смотреть, слишком там слащавые, некоторые слишком выёбистые, некоторые пиздят. И вот предложили такого вот разобрать, и, знаешь, один сказал, а вот попробуй-ка, посмотри вот на этого, там, дальнобой 596. Он говорит, тебе по фене, короче... То есть первый был Бонни? Да, он тебе говорит, по фене ответит. А я не боюсь таких вещей, я, наоборот, люблю, когда кто-то отвечает, тем более, там, если вот он... Я не осилил его видео сейчас. Если он что-то знает, допустим, у него что-то в голове есть, это очень интересно, даже по фене, это очень интересно. Это для собственного развития, ты там какие-то слова пытаешься новые выучить. Ты, зная, например, как вот устроена вот эта вот жизнь, так называемая, ауешная, ты сравниваешь, как говорит он, как он себя ведёт, ты понимаешь прекрасно то, что это фуфел. И ты думаешь, ну что, раз фуфел, надо, значит, запилить контент. Пилим, ну и дальше ты всё видишь. Ты сел, написал сценарий, повесил, хромакей, я так понимаю, да? Я смотрю, оборудование купил. То есть это всё ради этого контента получается? Да нет, я, короче, сначала вообще не знал, какой контент. Мне просто, ну я хочу сменить сферу деятельности, отойти полностью от этого и прийти к другому. Поэтому мы сейчас вернёмся. Я первым что делал, блядь, открываю интернет, смотрю, реклама, блядь, ноутбук и планшет в подарок Huawei. И я беру, всё, пришёл, камера, у меня камера старая сломалась. Я беру камеру, короче, заказываю там какую-то, ну, средней паршивости, короче, камеру беру какую-то. SG-камка, потом резко выходит девятый SG-камка, я хотел сначала восьмой купить, потом вышел девятый, я его отменяю, беру девятый. Пока он идёт, я в России купил ещё другую камеру, как просто поугарать, потренироваться. Микрофоны, не микрофоны, проводные, беспроводные, стабилизаторы, вот всякой хуйни набрал, в итоге снимаю на телефон. Расскажи, в какой момент твоей жизни ты решил заняться этим всем? Ну, этим всем я решил заняться ещё, ну вот и не именно этим, а вообще занимался я ещё до этого, потому что я работал в рекламе, я с печатной продукцией, чисто по наклейкам. То есть это были не наклейки плей дальнобоя, а так на город. И вымотил я там себе плоттер по дешёвке. Что такое плоттер? Плоттер – это там, где режутся наклейки. То есть ложится оракал и режутся наклейки? Ну, плёнку ложит. Плёнка, да. Оракал не работает, а оракал – говно. От слова «кал». Нет, ну, может и так. И потом еду я, короче, на работу, на фуру, у меня ребёнок уже маленький. Какая была, «Ман» или «Сканер»? Это была «Вольво» уже. Третья, последняя работа. Я еду в рейс, и пока я еду в Челны Сульяновска, мне звонит жена, ну и, мягко говоря, говорит то, что ребёнок маленький, ты заебал, мне нужна помощь. Я говорю, а чё делал, как быть? Мне похуй. Тебя поставили перед фактом, да? Либо дальнобой, либо… Либо ты будешь импровизировать, либо, мягко говоря, идёшь на «пойти нахуй» – это самое последнее, что хочется в жизни, поэтому я разворачиваюсь и еду обратно. Не, ну я доезжаю, естественно, до работы, говорю, что я увольняюсь. Просто ты пока ехал на работу? Да. Одним звонком ты уволился, получается, развернулся и поехал домой? Ну, знаешь, там была сеть таких событий. Вот я в Буинске, у меня что-то надъебнулось, короче, в гору как подниматься. Короче, у меня машина затроила, какая-то хуйня надъебнулась. Я спустился, купил, поменял, еду дальше. Чувствую, что-то, блядь, не то, ну не надо ехать. Я уже предупредил, сказал, что я опоздаю, мне сказали, ну ладно, сегодня не приходи, приходи завтра, мы загрузку переносим. Ну я уже сделался, я еду дальше. Я доезжаю до Мамадыша, там со своим будущим конкурентом мы бухаем, естественно, что же ещё. И в этот момент тоже мы на общухе с женой, она говорит, импровизируй. Там же в Мамадыше я принимаю решение увольняться. А утром потом… Так это всё в один день происходит? Да, происходит в один день. Я просыпаюсь, ну мы все просыпаемся там, короче, все перегаром, все начинаем продуваться. У кого там сколько-то показывает, у меня ноль. У меня такой организм просто, я сколько не пью, мне похуй. У меня было по нулям, я еду увольняться, думаю, это ещё один знак определённый. Приехал, уволился, еду обратно. У меня было кое-какое оборудование для работы. Ну вот я плоттер намутил, говорил уже, плёнка была. Ну и я начал дома на балконе херачивать делать. Купил там швейную машинку, мне ещё ещё добавил. С чего ты начинал? С наклеек? С наклеек, да. Просто наклейки – это, знаешь, сезонное дело, а вот всё остальное уже можно вне сезона работать. Когда ты почувствовал, что твой бизнес реально пошёл и как бы… Как вот… Где тот момент, когда это всё начало раскручиваться? Самая большая платёжка была эта платёжка за кредит. Вот мне жена досталась с машины и с кредитом на машину. Вот из неё надо было платить, естественно. Это было 7500, по-моему, насколько я помню. И это был такой, ну, тяжёлый платёж тогда. То есть, 7500 рублей в месяц, правильно? Да, да, да. Я приехал, как раз когда уволился, сижу на балконе, принимаю заказы, работаю. И тут раз-раз-раз, короче, я за машину заплатил, раз-раз-раз, там, коляску купил, раз-раз-раз, и что тут всё так получается, понимаешь, как само пошло, как заговорённое. И всё, я понял то, что больше не надо никуда идти устраиваться, ради того, чтобы у меня была там стабильность для стабильного платежа. Я его сам собрал, потом я уже собрал и закрыл нахер этот кредит. Дальше, больше, всё пошло, само собой. Ну, потом меня выгнали с балкона, сказали, тут мне надо сушить бельё и иди нахуй отсюда. И я опять без денег в кармане пошёл на трассу искать место. Опять-таки получилось так, как по-заговорённому. Я приезжаю вот на стоянку на свой первый блокпост, говорю, вот, может какое-нибудь место выделить, там, будочку или ещё что-то. Он говорит, зачем выгонять кого-то, когда мы можем тебе всё организовать? За свои деньги посторонний человек ставит мне будку, делает мне ремонт. Всю, короче, проводит коммуникации. Посторонний, то есть левый реально чувак. Просто я приехал к нему и сказал, что у меня нет денег. К чуваку вообще? Да, к левому чуваку. Его все звали Фёдор Андреевич, а я его всегда назвал дядя Федя. Он меня никогда за это ни хуй усосил, хотя вот к нему всегда все с уважением там относились. Но я ему сразу сказал, говорю, дядя Федя – это не потому, что я такой стрёмный. Я, конечно, стрёмный, но не настолько. Если я не посылаю на хуй там или как-то, то я уважаю. Это с уважением, это по-отцовски, потому что, ну, допустим, мой родной отец столько не сделал, сколько сделал вот этот дядя Федя. Пинком дяди Федя я дальше пошёл. То есть он дал тебе территорию, да? Да, даже когда я переехал с будки уже в мотель, там будка была тесная, 3х6, а в мотеле было 25 квадратов, уютно, там толком, ну, всё, короче, цивильно. Я будку всё равно снимал у него. Там не был, но я её снимал, потому что у меня было бесконечно… А он ещё полгода с меня не брал за аренду, дядя Федя. То есть он не брал до 6 денег за аренду? Да, чтобы я поднялся. Вот, и потом я у него какое-то время ещё арендовал будку, потом он пришёл ко мне в мотеле и говорил, ну, то, что он хотел, там у меня там кепки всякую хуйню, там кружки, я ему так всё отдавал. Я с него никогда не брал деньги. И сейчас он приходит, когда я ничего с него не беру, вот, он говорит, ты долго будешь будку снимать? Я ему говорю, ну, долго. Она говорит, тебе нужна? Я говорю, нет. Можно, говорит, я её сдам другим, кому она нужна? Я говорю, ну, конечно, это тяжёлая ноша, с одной стороны, потому что тогда ещё было тяжело, но из-за уважения к тебе я её снимал. Вот, я говорю, конечно, спасибо. И он так, ещё один жест доброй воли сменяет обременение, снял и отдал вот будку другим. Там буржуйки, всю хуйню я ему тоже отдал. Подарок. Слушай, в одном из видео ты сказал, что блокпост не в твоей юрисдикции, но в интернете я так и не нашёл более-менее внятного и обширного ответа. Расскажи, как получилось с блокпостами и как вообще, при чём тут юрисдикция, не юрисдикция вообще? Ну, де юре так оно и есть, потому что я здесь никто и звать меня никак. Я просто прихожу, снимаю видео и уйёбываю отсюда. Я здесь не рабочий, я здесь не директор, здесь другой человек директор. И если другой человек мне сейчас скажет, ты больше сюда не приходи-ка, иди-ка ты на хуй. И я не смогу больше сюда приходить. Ну, однако, что ты приехал, позвонил, я тоже прилетел. Почему-то здесь не затусить. Но когда всё это уйдёт в третьи руки, то мы уже окончательно больше не будем сюда приезжать. Потому что это всё на продаже. Печально, печально всё печально. Абсолютно не печально. Я считаю, что моё развитие творческое и предпринимательское здесь достигло своего пика. Я закрыл все свои долги, всё, что брал в кредит, в лизинг, всё закрыто. Ну, что мне дальше делать? Пентхаус покупать в ипотеку, блять. Мерседес брать целые, мне они на хуй не нужны. Я не любитель вот этих шикарных жизней, я люблю кайфовать. Если брать что-то дорогое покупать, надо ебашить опять, надо платить. Ну, я люблю кайфовать, я не люблю ебашить, я лентяй. И лень, лень в моём понимании, это не говорит о том, что вот должен лежать на диване и как морж из клубники, которая всегда его заёбывает. Ты не должен лежать на диване, ты должен, как в пословице, сделал дело, гуляй смело. То есть, ты быстренько всё сделаешь и проёбываешься. Вот я так стараюсь жить. Хорошо, тогда следующий вопрос. Расскажи, как плей дальнобой помог тебе в развитии бизнеса и насколько сильно? Многие думают, что ты создал группу ради того, чтобы продавать всё это. Ну, как вы уже поняли, друзья, из интервью, что на самом деле всё имеет гораздо последовательную череду событий. Ну, всё было на самом деле наоборот. Если бы я сейчас создал плей дальнобой, то вот тут совершенно без вариантов. Но, тем не менее, вот честно, насколько помог плей дальнобой в развитии бизнеса? Продажи плей дальнобойной атрибутики. Ну, может быть, в те времена было процентов 5. В эти времена. То есть, это в пиковые времена, в пиковое развитие плей дальнобоя? Потому что, ну, это же всё равно, это реклама группы. Человек, допустим, в здравом уме, он прекрасно понимает, что ну, зачем покупать рекламу группы. Да, они приходят, покупают что-то, да, но там где-то, может быть, небольшая реклама группы была. То есть, плей дальнобой здесь послужил в качестве рекламной площадки. Мне не нужна была реклама. Да, не более того. И даже открывая какие-то другие точки, вот те, кто их открывал, говорят, слушай, а Зайцев заезжает не так много, как хотелось бы. Ну, конечно, не так много, потому что дальнобойщиков может быть, ну, например, миллион в стране, а в группе тогда, допустим, было 50 тысяч человек, да, ну, это, конечно, в процентном соотношении ты взвесь, это как раз тот процент, который к тебе и заезжает. Это реклама, это бренд, так называемый, неплохо раскрученный сам за счёт себя. Ну, ты сам прекрасно видишь, сколько я тебе всего надавал. Вот это просто дальше. Сейчас мы к этому вернёмся, да, в конце будет рубрика подарки. Слушай, ну, а есть у тебя какие-то уникальные товары, которые ты сам придумал, и аналогов больше ни у кого нету? Конечно. У конкурентов. Ну, например. Мы талантливые люди, мы всегда стараемся держаться за талант. Это говорит о том, что ты преуспеваешь, и ты... Творческий человек. Ты из этого творчества пытаешься вытащить для себя такое ценное и на этом выехать. Я не знаю, у меня мысль опять летит быстрее, но, однако же, мы успели поймать мысль за хвост, выдернуть у неё пару перьев и сделали вот выемпелы, в которых нет аналогов абсолютно. Это, блядь, это гениальная, во-первых, вещь. Её никто не может повторить, даже те, кто знает, как это делать, потому что... Не могут даже повторить. Даже если он его купит, то есть вот, например, вымпел, да, я купил там, да, я его не смогу повторить? Нет. И даже то в этом шарик такой? Абсолютно нет. Покажи этот вымпел. Да вот, любой вымпел бери. Вот эти, да, например? Ну, не обязательно его вскрывать, снимать. Тут именно начинка, печать. Да, конечно, это сублимация, не спорю, что кто-то её может там перерисовать, допустим, так же. Ну, вот сделать такой наполнитель, болт, ребята, который не греется, не плавится, не мнётся, ничего с ними происходит. Ну, разве что, если только где-нибудь рядом ядерный взрыв произойдёт, то, конечно же, он испортится. Слушай, ну скажи, какая примерно идёт наценка на стандартный вымпел, например, вот такой, вот Volvo, да, например? Вот сколько тебе обходится его там, например, сделать, да? И сколько доходит до конечного покупателя? Не у тебя в магазине, а по оптам, сколько разницы? Вот, насколько я знаю, на мебели наценка идёт от завода до покупателя процентов 60-70. Процентов 900-99, где-то так, ну, может быть, тысяча. Ну, нет, конечно, ну, примерно так. А помимо вымпелов что-нибудь уникальное ещё есть? Ну, у нас вымпела просто зашли настолько хорошо, что вот даже некоторые, кто вот меня не любит, говорят, я у тебя никогда ничего не куплю, да ради бога, покупай в другом магазине моё, нет проблем. Мы на всех трассах, наша продукция, любой вымпел вы где-то приобретёте, он, ноги отсюда растут. Если он дорогой, дешёвый ваш, с Украины, пластик. Ну, а кто вот твои серьёзные конкуренты, которые ещё таким занимаются? Ты знаешь их? Никто. Абсолютно. Вообще никто, что ли? Ну, даже если кто-то делает, он мне не конкурент, он меня не сможет переплюнуть в плане изготовления. То есть ты как бы монополизировал рынок вымпелов? Нет, не рынок. Нет? Я имею в виду именно процесс этого производства. А, производство. Именно, понимаешь, кроме процесса производства, он, конечно, на втором месте. Первое то, что бросается в глаза. Но опять-таки, если ты грамотно подкован, ты обязательно нарисуешь хорошую вещь. И я нарисую. Ну, как ты уже сказал, ты охуяя нарисуешь. Ты подключаешься к чакре к определённой. Ты подключаешься, вот, допустим, православный вымпел. Я же человек не православный, да? Но я нарисую такой православный вымпел, что он будет православнее самого православного человека. Понимаешь? Потому что я подключился к чакре православного вымпела. Но я, на самом деле, не сильно поддерживаю православные вымпела. Да причём здесь вообще, что поддерживаешь, не поддерживаешь. Ну, не сильно, да. Будь ты бусурманин или там уммани падмехом, кто угодно будь. Смысл в том, что это красиво, понимаешь? Ну, не знаю. То есть, как говорит Джей, молчаевый бог, этот вымпел нарисовал сам господь бог. Я просто был его руками. Ту песню сам бог написал и передал чумовещей в мире группе, сука, бля, тайм. Слушай, а, ещё забыл спросить самое немаловажное. Джек Бертон, кто придумал этот? Я. Ну, нет, я его списывал так же, как и Зайца. Когда ты Джек Бертона, когда Эмиль? Ну, вот камеру включаешь, и я Джек Бертон. Выключаешь, всё. Кто такой Джек Бертон, я не знаю. Ты что, блять, охуел? Так, теперь пошли в серию тупых вопросов. Поддерживаешь политику Путина? Как же, конечно. Я люблю Путин. Патриот? Нет. Просто Путина люблю. Проголосовал бы за Путина? Нет, конечно, что ёбнутый. Бля, это охуенно получилось. Любовь и политика – это разные вещи. Нет, это не латентные педерастии, я хочу сказать. Просто мне нравится, как человек хороший такой. Он всех просто… Ну, как сказать? Люди в России, они заслужили Путина, я считаю. И вот для меня Путин – это молодец. Вот, блять, так их и надо. Они же… Ну, ты посмотри, какие люди ходят в округе. Не бей, не бей, не тралевали. Им нужно ещё пару Путина. И если ещё пару поколений Путина будет, всё. Карма секс? Ну, ты в Кырёв не проголосовал? Нет. Странная позиция, интересная у нас. Не, ну, блять. Чей Крым? Наш. Наш? Он спитил мой вопрос. Он спитил мой вопрос, блять. Как Крым твои спитили, а? Ладно, пошло ещё. Твой самый пик продаж от бизнеса, такой пиковый момент. Сколько ты чистый доход? Сколько ты зарабатывал? Ну, нахуя тебе? Ну, больше, чем я зарабатывал на фуре. Ну, понятное дело, да. Ну, примерно плюс-минус. Ну, не скажу. Мне хватает. Я понял. Хватает, чтобы закрыть там все свои потребности, где-то даже лишнего. На самом деле, ты сам того не ведая, когда создавал плейдельнобой, ты очень объявил многих людей. Многие люди сейчас общаются, и плейдельнобой на самом деле до сих пор жив. Подарки. Плейдельнобой Украины, Инстаграм, друзья. Подарки в студию. Да. Автомобиль мы вам не подарим, потому что так хуй вам не автомобиль. Но подарим всякую. Плейдельнобой, если, конечно, согласиться, ссылочку оставить на Инстаграм или прикрепить где-то тут. Плейдельнобой Украина. Ну, как ты уже заметил, нам говна не жалко, поэтому ссылочку я тоже оставлю. Да, да, да. Расскажи, что ты нам передашь, и почему ты это все отдаешь? Ну, Украина, она большая. Я же не подарю одну наклейку, говорю, бля, пацаны, вот вам наклейка на всю Украину. Кайфуйте. Вот чуть-чуть отрежете, это какая-то, как мощь святого Эмиля. Вот будете там себе клеить, а у меня вот наклеечка есть от него, кусочек наклейки. Это, конечно, ебучее. Поэтому пришлось дарить побольше. Уж экскьюзы. Я так понимаю, вот это вот наклейки на телефон, да? Это да. Друзья, наклейки на телефон едут в Плейдельнобой Украина. Ну, так-то все и едет. Да. Ну, все. 12-ти вольтовая табличка. Ты сам делал ее? Ну, здесь все сделаю. Да. Мы хромакей отключим, потому что тут некоторые зеленые вещи. Да, да, да. Вот, например, жилетка. Надо было ему написать не Украина, а Хохланд. Это же тоже Украина. Украина, это Украина. Не, ну, Хохланд, это как это, Айсланд там. Хохланд – это сыр. Нет, Хохланд – это Украина. Хохланд – это сыр. Я же не виноват, что ты, блядь, живешь в сыре, надо быть. Так, друзья, таблички разыграем. Плейдель на бой Украина, разыграем светящиеся таблички где 12-ти вольтовые. Куча наклеек им передал. Просто тонны наклеек, друзья, тонны. А, вот эта наклейка. Признайся, это ты спиздил или сам придумал? Конечно, спиздил. Я спиздил все, что мог. Все, что смог спиздить, я спиздил. Все, что я не спиздил, я спизжу чуть-чуть попозже. Так что вы не переживайте. Мы ездим там, где уже… Тут еще есть как бы российские версии. Ну, у вас сыре за российские атрибутики могут выебать. Ну, не то, чтобы выебать. Просто люди не поймут на самом деле. Ну, например, я не дал тебе рекламу тракмайки, потому что там есть слово РФ. А за РФ в сыре ебут. Кто тебе такое сказал? Телевизор? Ну, давай попробуем наклеить себе на морду тракмайки РФ. РФ жирными, а тракмайки… Ну, мне только шеф спросит, за что это все за рекламой и все. А за РФ никто ничего не скажет. Я думаю, по крайней мере, наклейки, друзья. Салам, Алейка. Это был звонок. Флаг. Флаг. Мне нравится, да? Не флаг, а флаг. 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 Не правильно, флаг. Не фак, а фах. Фак, он и есть, фак. Нет, фах. Это мы на твое видео переместимся потом по поводу произношений. Друзья, эти на ключи, шнурочки. Еще вот куча. Много. Ты матом не ругаешь принципиально на камеру? Я ругаюсь. Пиздец, я на стримах ругаю, не то что там ругаюсь матом. Я думал, ты строишься порядочной женщиной. Мне когда-то это предъявляли такие деятели, как ты, между прочим. В любом случае, огромное спасибо за такую интересную беседу столь увлекательную. Огромное спасибо за подгоны пацанам. Как говорит человек-синяк. Спасибо, не булькает. Мы побулькаем. Друзья, с вами был Александр Юсиповский и Джейк Бертон. Это я. Подписывайтесь на все, что вы увидите в ссылках в описании, также на экране. Если вы, конечно, не Борис Моисеев. Что? Против геев, что ли? Ты поддержишь пидоросню? В смысле? Пидоросня, давайте мы там или как? С вами. Ну, например. Медвизов или таковой? Это не надо, да. Ты просто не понимаешь. Сейчас, короче, на твиче, чтоб ты понимал, вот твич, тримминг от платформы. Тебя могут забанить на пожизненное за сексуальное домогательство. И тебя могут забанить за, если ты скажешь слово пидорас. Нет, я же не скажу там, нет пидорасам. Если я скажу, о, привет, пидорас, как дела? Это будет нормально? Ладно, это мы не будем вставлять. Ты хуйня, блядь. Не подожди. Если ты на твиче скажешь слово пидорас в любой трактовке, в любой, абсолютно. Даже если ты назовешь там, блядь, Порошенко пидорас, тебя скажут, ты, блядь, геем, хуёво относишься. Нет, а если сказать там, я поддерживаю пидорасов, то что? Тебя тоже забанят. То есть поддерживать пидорасов нельзя? Тебя один хуй забанят. Да. Я вообще не понимаю. Мир катится на самом деле немножко не туда, куда хотелось бы, блядь. И чересчур сильная толерантность, блядь, даже нам с тобой не понять. Я тоже этого не могу понять. Ну а почему ты хочешь закончить? Да, ты продолжим. Да хуя заканчиваешь? Интервью? Да. Я в принципе, блядь. Нет, почему вы считаете, что Крым ваш? Вы что, блядь, охуели? Это уже на своем видео, блядь, мы сделаем. Да, давай это все упакуем, короче, я перекурю. Крым, блядь, ты всё её не ебёт, блядь. Крым, это украина. Украина радикально отличается от России? Нет, ну вы же выёбать, что Крым там ваш. Да кто тебе сказал, что вы? Ты же сейчас сказал. Ты Крым наш и не ебёт, да украинский. Ну а почему не приехать в Крым и не сказать? Зали, спиздили. Давай, типа, нахуй, домой. Вот, блядь, стоит что-то положить, так спиздят сразу, блядь. Еб-то, лежало, блядь, положили, блядь. Вот на самом деле, вот это вот лежало все на столе, блядь, пришел хохол и все попиздил, блядь. И даже вот эту хуйню взял, она, ну зачем, скажи, блядь. Нахуя тебе прищепка? Еще Крым, блядь, хочешь забрать обратно. Хуе вам, а не Крым. Крым наш, Путин, мощь. Крым-са Украина. А Украина, это и Россия. Нормально? Прикольно, блядь. Путин лайкнет сейчас.